Два языка. Молимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Мы делаем все тетрадки дома или тело. Вместо работы. Все всегда пишет. Пишите дату сегодняшнюю. Двадцать. Девятое. Сентября. Девятнадцатый год. Давид. Царь Давид. Продолжение. Ну что теперь? Да. Поднимите руку. Кто на прошлое воскресенье не был? Так, Ваня не было? Ваня болела. Так, кого еще не было? Не было. Так. А Глеша болела? Да. Ну вы по тетрадкам посмотрите, кого много. То есть мы закончили разбирать жизнь царя Давида для Вани, вот тогда скажу, но мне кажется, было намного меньше в прошлый раз. Почему? Кто может сказать? Почему? Повторить. Господь избрал себе другого мужа, то есть Давида, как он сказал через пророка, изберу себе мужа по сердцу своему. То есть изберу другого вождя для своего народа, для евреев, для еврейского народа, для Божьего народа. Изберу другого вождя. Почему? Хотя в тот момент уже был избран и помазан и правил царь Саул. Он был красивый, высокий, воин был, избрал лучший из лучших. Но Господь... Лера хочет ответить. Лер, убери руку от лица и скажи, почему он избрал другого царя? Он стал плохим. Стал плохим. Ответ пятилетнего ребенка, у которого три прилагательных. Плохой, хороший, красивый, некрасивый, добрый, злой. Нет, целых шесть. А поконкретней? Он не выполнил то, что ему повелел Бог. Не уничтожил Амалитин. Амалитин. Да, у Амалика захватили Амалика и сложно, да, Амалики тянули. Чтобы не было царя. Да. Могли выкупить волок. Царя. А их волок оставил для того, чтобы принести их в жертву. Так, правильно. Вот Вани даже не было. Он знает этот случай. Что после того, как захватили Амалика, Господь повелел уничтожить там все, да. А Саул ослушался. То есть и Саул, такое ослушание было у него не единожды, да. И Господь увидел, что не того выбрали. И избрал, и помазан был. Помните, приходил пророк, когда еще даже Давид был ребенком. То есть уже заранее было понятно стало, что будет впоследствии. Потом, еще спустя сколько лет, царем Давид. Вот этот сын Иесея, пастушок. Потому что Саул был непослушен Господу. Он, конечно, оправдывался перед пророком. Почему он это сделал? Саулу было важно быть вот не в очах Божьих, а в очах людей. Царем. Чтобы вот он был, слава у него была, почитание и так далее, и так далее. А Давиду это все было неважно. Ему самое главное было перед Богом, как он выглядит. И поэтому Саул старался. Он что сказал? Ну вот мои воины, вот они столько сражались. Вот нужно же им что-то дать, да? И они самое лучшее взяли себе. То есть так часто бывает, когда кто-то завоевывает другой город, любой другой населенный пункт или целую страну, они брали себе самое лучшее. То есть приходили в дом могли, видят там сокровища, золото какое-то, сосуды какие-то. Золотые, серебряные, медные. Что-то ценное. Они могут себе взять как награду якобы, да? За то, что они вот воевали и захватили этих врагов. Это называется мародерство такое. Люди там убежали, сбежали или убили. А вот дом или город подлежал разграблению. Так вот в этом случае Господь сказал, чтобы ничего не брали, всех убили. Но они оставили скот хороший, сказали, ну мы это Богу в жертву принесем, да? Богу в жертву вроде как такое, ну приличное оправдание. И в жизни у нас такое может быть что-то. Мы это не сделали вот так, мы это сделали вот так, но мы же из лучших побуждений. Но Бог сказал не оставлять. Богу не угодно эти жертвы, если идет непослушание. Сначала нужно быть послушным Господу, и тогда Господь примет жертву от человека. Понятно? Когда человек идет на исповедь, в правилах что говорится? Что нужно с кем поссорился, примириться. Кого обидел, попросить прощения. Кому должен отдать долг. И тогда ты идешь на исповедь, и тогда после исповеди ты причащаешься. И только тогда это будет угодно Господу. А если ты в конфликтах, в ссоре, кому-то гадости сделал, мне прощения не попросил, а идет и у Бога просит прощения, ты иди примирись. Понятно? Ты иди вот эти всю ситуацию уладь, а потом уже иди на исповедь, и уже со спокойной совестью проси прощения у Господа, исповедуй грехи свои и причащайся. Понятно? Это вот я, по-моему, я копировала это место. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность, непокорность Господу, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство. Понятно? То есть он выразил противление воле Божией. То есть он приравнен по грехам к волшебнику и идолопоклоннику. А он хотел, чтобы воинам было хорошо, чтобы досталась добыча, чтобы жертву принести. Вот победу спраздновали, награбили, пошли, принесли такие великолепные жертвы, много там волов хороших, самых лучших, откормленных, но волы были врагу принадлежали. Принести, это якобы будет сплочение народа, воины довольны, армия сильная, все поддерживают Саула, кричат ему там ура, ура, или там слава, слава, что они там в те моменты. Саул доволен, все довольны, но это все не угодно Господу, это все не послушание. Это не нужно было, и Господь отверг Саула, и избрал себе другого мужа. Мы знаем, как его звали, да? Звали Давид, его звали Давид. Ну вот, смотрите, вот Господь избрал другого царя, Давида. Вот он же мог избрать, ну вот прям, ну идеального такого, идеального, преидеального, да? А скажите, был ли Давид идеальным? Да. Проснулась. Был ли Давид идеальным, Ваня? Давид не был идеальным, а почему не был идеальным? Потому что он тоже человек. Он тоже человек. Человек не может быть идеальным, да? Человек... Да, нет ни одного человека без греха. Он покается и все? Так, кто-то больше не может быть идеальным. Скажите, а не может без греха, что в Давиде было не идеально? Почему-то он все-таки не стал таким вот прям идеальным, вот? Да, он был по сердцу, но по сердцу он был почему? Потому что, по сердцу Господа он был, потому что, если даже он был не идеальным, а, правильно сказать, даже если он грешил, да? Правильно же мы имеем в виду, что если он не идеальный, если он грешил, то он приносил искреннее покаяние. Покаяние было такое, что оно было угодно Господу. Вот одна Фрося конспектирует. Они рисуют рисунки, они чиркают. Слушай. Ну вот тезис, на что значит записывать? Вот вы будете на лекции ходить, уже вот скоро-скоро приближаете, вы все уже взросленьки. Ведь вы там ничего не успеете записать, вот лектор, он не будет по диктовку диктовать. Он будет просто говорить, вот как я сейчас, и нужно будет самое главное себе записывать. И читая вот эти тезисы, вы будете понимать, что там дальше лектор говорил про это. То есть, как бы одно предложение из абзаца вы только успеете записать. Но читая дома, вы будете по этому предложению понимать, вспоминать целый абзац, понятно? Поэтому уметь выделять суть, это очень-очень важно. Многие этого не умеют. Нужно учиться, стараться, тренироваться. И записывайте. Вот взяли-то листочки, с какой цель-то раз. Вот напиши, какая тема у нас. И вот Давид, Давид согрешил. Самое главное согрешение, мы его знаем, да? Потому что мы уже много раз к этому обращались. То есть, мы знаем, самый знаменитый Псалом. Это какой? Пятидесятый. Пятидесятый. Самая, вот смотрите, самая читаемая книга в мире. Это Евангелие. Библия. Библия. Библия состоит из множества книг. Это книга книг. Какая книга? Псалтырь. Правильно. Псалтырь – самая читаемая книга. То есть, та книга, которую чаще всего открывают из всей Библии, читают. Одни только православные в этом преуспели. Потому что на каждой службе открывается, читается Псалтырь. На шести псалме, да? Читается. На часах. Часы в начале службы, в конце службы. Так называемая часть богослужения, часы называется. Там или три, или шесть псалмов читается. Во время богослужения у нас вообще практически все состоит либо полностью, вот 33-й псалом мы, например, поем в конце литургии, или частично псалмы. Все запевы – это чаще всего псалмы, стихиры построены там на псалмах и так далее, и так далее, и так далее. А если взять католики или протестанты, там тоже псалтырь очень читаемый. И тогда получается самая читаемая книга в мире – это псалтырь. А какой самый читаемый в мире псалом? Пятидесятый. Пятидесятый, потому что чаще всего его читают. Его в начале перед каноном каждый, вообще часто пишут пятидесятый псалом. На утреннем правиле пятидесятый псалом, да? Правиле молитвенном тоже. И так далее, и так далее. Очень часто и отдельные стихи из пятидесятого псалма тоже читаются во время службы, во время всеночного бдения, там тоже пятидесятый псалом. Поэтому это самый читаемый псалом. Но могли там другой, вот есть хороший там псалом, двадцать второй псалом, Господь пастырь мой, или еще, почему так пятидесятый псалом, вот люди выбрали и чаще всего его читают. Потому что это покаяние. Потому что это покаяние, да? И потому что это знакомо каждому. Каждому христианину это настолько близко, столько знакомо. Потому что сейчас, вот мы сказали, что нет человека без греха. Если это верующий человек, читающий псалмы, Библию, а раз любой человек с грехом, а верующий, он кается в этом грехе, и он берет пример этого покаяния. Давид дал пример на тысячи лет. Ведь Давид жил задолго до рождения Христа. Кто точно помнит, когда жил Давид, сколько веков до рождения Христа? Нет, больше. Двести. Что попало, говоришь, двести веков. Вот задание, да. Кто запомнит, запишите домашнее задание. Годы жизни Давида. Найти годы жизни, годы правления. Потому что он уже не с рождения правителем был. Вот это будут такие две даты. Годы правления и годы жизни псалмопевца Давида. Или просто Давида напишите. Давид жил за много лет до рождения Христа. А после рождения Христа мы уже живем две тысячи лет. И вот этот пример покаяния до сих пор самый лучший. Ни кем не повторимый. Никто даже близко сравниться не может. Есть эти молитвы разные и все. Но он дал нам этот пример покаяния. И в том числе и поэтому он по сердцу Господу. Потому что искреннее покаяние, которое Давид принес после своего грехопадения. Когда он взял себе чужую жену. Мы знаем Версавия. Его любимая жена. Давид был наказан. Давид плакал день и ночь. Он надо страной управлять. Государство. Могут враги напасть. Или еще. А он лежит и плачет. Не ест и не пьет. Плачет. Покаяние какое он принес. Он одумался. Ведь когда он это делал. Ну наверное. Вот красивая женщина. Вот так полюбил ее. Не мог вот он себе в этом отказать. А ведь у него были жены. Тогда же ведь было разрешено многоженство. Были жены. И не одна. Уже была куча-куча детей. Очень много там. Десятки детей уже были. А зачем так много жены? Ну вот. Царю положено было. Жены стареют. А царь молодой. Почему царе не стареют? Все. И он сделал. У него. У Версавия был муж. Урия. Да. Он послал его на передовую. Урия погиб. То есть тут двойной грех. Взял чужую жену. А так сделал, чтобы муж у нее погиб. И вот. И жил. И понимаете. Он ведь жил. Женился на этой. Уже она теперь вдовица. На нее уже можно было жениться. Он ее взял себе в жену. Раз она стала вдовой. Видите, как он все сделал, чтобы себе в жен это взять. В Версавию. Он на передовую мужа послал. Теперь она вдова. Теперь он может все. Предложение руки и сердца. И быть моей женой. Поженились. И теперь у них. Она уже была беременна. Ждала ребенка. А он все еще не понимал. Это было то, что он совершил. Он грех. Не понимал, что это грех. Он все сделал правильно. Этот погиб на войне. Она вдова. Он женился. И он живет и продолжает. И приходит к нему пророк с обличением. Помните ту знаменитую беседу их? Фрося помнит? Кто еще помнит? Я помню. Что там было, пророк? Что рассказал Давиду? После чего он понял, что он согрешил? Он понял после того, как пророк ему сказал, что зачем ты так сделал? Нет, если не знаешь, сиди и умагивай. Я не знаю. Кто еще знает? Какую аллегорию придумал пророк рассказать? Иван знает. И Фросиня знает. Тише. Нестор. Нестор знает. Ну, дроботы знают. Молодцы все знают. Умницы дроботы. Ну, вспоминайте. Что он ему сказал? Он ему рассказал интересную историю. Он не говорил, что это про Давида. Он говорил, вот там. И просит нам рассказать. Он рассказал историю о том, что у одного богача было много овец, тогда, как у его соседа, бедняка, всего лишь единственная, которая... Овечка. Да. Которая была ему очень дорога. И которая играла с его детьми. И когда к богачу пришел гость, тот не пожелал выбрать овец из своего стада, а взял овцу бедняка и заколол ее. И накормил своего гостя. Да? И что дальше пророк сказал ему? Скоро сказал... Давид. Давид, он спросил у него, какое наказание должно быть такому человеку. Он сказал, что тот достоин смерти за два греха. За то, что взял... Не трогай, грязно. За то, что взял не чужое, и за то, что... Любимое. Да. Любимую овечку, да? Да, Ваня? Вот понимаете, и Давид так возмутился. Да как это так? А речь всего лишь об овечке. Об овечке речь-то. И он же понимает это буквально об овечке. И он что сказал? Достоин смерти. Да это как? Жили 20 лет. У одного куча овечек, у этого одна. Он ее... Она играла. Он там ее любил. По-моему, даже спала с ним. Как собачонка. Понимаете, эта овечка. Вот как кошечка. Вот любимая, которая в доме жила и все. И вот... Ну вот, прикипел. Животные бывают такие любимые. У меня вот когда у мамы корова уже старая была, и она всю жизнь прожила с нами, там, больше 20 лет это. И маме было настолько жалко, когда уже ее увели на бойню, что она плакала. Потому что уже... На бойню это куда? Ну, забивают когда. Это было так жалко, говорит, такие глаза у нее большие, она красивая, высокая. То есть даже к животному вот такие чувства бывают, что когда... А уж не говоря там к кошкам, к собакам, это вообще как к человеку порой. Ну, нельзя как к человеку относиться, к животному. Ну, бывает, я имею в виду, как. То есть подобно. То есть настолько уже близкие чувства. И вот он рассказал, что именно здесь вот такой был случай к этой овечке. И Давид возмутил, да как же так, да убить? Смерти! Это такое, все да узнают, будет для других примером, чтобы так не делали. Это же и воровство, с одной стороны, забрать чужую силу только потому, что ты богатый и властный. А во-вторых, она была любимая у него. Ладно бы у него, она там где-то в сарайке жила, и там их тоже было бы и несколько, и все. Но она была любима и забрал. И что тогда пророк сказал Давиду? Ты этот человек. Это ты! Это ты, Давид! Давид, благодаря этому рассказу, вот тогда он осознал, и тогда он пал плакать день и ночь. Плакать и рыдать, и молить у Бога прощение. Что я наделал? И Господь как наказал Давида? Сын, который родился, любимый сын, он умирает. И еще добавляется горе, горе матери, горе отца, который потерял ребенка от любимой жены. Они ждали этого ребенка. Давид, в последствии, он хотел именно, чтобы сын от любимой его жены Версавии, которая вот таким сложным путем досталась ему, с которой он пережил все эти тяготы, скорби, покаяния, слез. Он хотел, чтобы именно сын Версавии стал наследником его царства. И так и получилось, его потом как звали? Соломон. Соломон. О, сегодня другого там всем пятерки можно ставить. Поставьте себе в виртуальный день. А? Так он же умер первый ребенок, а потом родился Соломон. И он потом уже стал царем, следующим царем. Уже запели, пойдемте. Вот не успели мы закончить. Про Давида. Видите, какой интересный персонаж. Из книги Библии, да ведь. Интересно? Да, да. Пошли. Все забрали. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава от Союза, Сыну и Сокому Духу, иныне, приистанами, кинковами, честней, что очень ровим и славней, что без сравнения, Серафим. Без остания Бога, Слово Рождество, и Сущий Богородица, Тебя величаем.